точно известно что его звали михаилом а вот вариантов фамилий много октан натко и лин коллаборациониста ставил кровавый след на белорусской земле вы знаете что такое полный донор это человек у которого взяли всю кровь в скобровке такими донорами становились дети для гитлеровской армии они были всего лишь живым сырьем к биографии октаны мы еще вернемся а сейчас от детской деревне страха и ужаса деревня скобровка находится в 50 километрах от минска в конце мая 1944 года туда привезли группу ребят от 6 до 14 лет и назвали все это акции спасения детей запомним одну для себя вещь скобровки висели нацистские белокрасно-белые флай это первым но так между прочим это детский такой лагерь это была такая акция которая проводилась по всей при фронтовой линии беларуси с целью якобы спасения детей из регионов при фронтовой зоны на самом деле в этих лагерях немцы проводили селекцию детей в части из них отправлялась в лагеря для усыновления там истинных арийцев там же была показуха проведена для родителей когда там они приезжали приехали первый раз там типа корни за столами сустав но это все было что называется такой чисто кадр и потом что происходило брали кровь у детей юношеское поселение скобровка открывали торжественно были приглашены чиновники лагерь даже осветили отец немшевич настоятель свято николаевского собора 73 года я в числе другого духовенства был приглашен немцами в одну из деревень недалеко от марьиной горки как будто на открытие детского дома в 80 домах деревни обнесенной колючей проволокой страдали дети девяти тринадцати лет насильно отняты у родителей когда мы совершали молитву дети плакали мы пытались успокоить несчастных детей но они плакали еще сильнее жалуясь что у них немцы отняли матерей и отцов дети плача говорили нам что у них немцы будут брать кровь дети просили спасти их официальных документов которые свидетельствуют о существовании концлагеря мало среди них акт одесском лагере созданном немецко-фашистскими оккупантами в селе скобровка его подписали в 1944 году после того как освободили пуховический район жили в домах крестьян жителей колхозников деревни скобровка есть разные показания в акте говорится 5 7 домах последующие опросы свидетелей которые уже происходили в близкое к нам время говорят о том что вероятно этих домов было более 20 около 30 домов документально никто точно вспомнить не может если домов было семь и по свидетельству по акту в каждом из них было от 25 до 30 детей то понятно что разговор всего лишь о нескольких сотнях детей хотя и это цифра ужасающая страшная потому что ясно многие из этих детей были умертвлены в больнице в мариной горке а если же домов было несколько десятков то конечно можно поверить в ту цифру которая периодически называется 1500 1800 человек из докладной записки секретаря минского подпольного обкома кпб бельского 13 июля 1944 года немцы силы отбирали у родителей детей от семи до 14 лет и делали их донорами для своих солдат только в деревню скобровка пуховического района гитлеровские кровожадные звери отвезли из деревень стародорожского любонского и других районов до трех тысяч детей морили голодом и высасывали кровь для немецких солдат из мемуаров генерал-лейтенанта михаила федоровича панова в мариной горке наши части освободили 80 советских детей в возрасте 8 12 лет перед глазами гвардейцев представить живые скелеты обтянутой кожей дети едва держались на ногах посиняли от большой потери крови оказалось что гитлеровцы превратили детей в доноров из уверы брали детскую кровь для своих раненых не считая жизни маленьких пленников эта страшная картина усилила ненависть к врагам 200 грамм хлеба мясо почти не давали значит похлебкой щавеля которые они сами же и собирали молока не было хотя вот эта администрация содержала небольшое стадо коров понятно чтобы решать свои продовольственные потребности только изредка давали мясо как свидетельствуют те люди кто были опрошены для протокола дети убегали что интересно конечно же психология маленьких маленьких детей да если они убежали в соседнюю деревню чтобы найти продукты чтобы их кто-то подкормил то мы можем с сегодняшнего времени сказать а почему вообще не убежали да такая охрана была но не бегали за продуктами возвращались и опять жили в этих условиях тут надо еще понимать что это дети вот они думали по-другому для них надо было где-то ну прийти все-таки под какую-то крышу попасть какой-то коллектив они самостоятельно уйти в партизанский лес куда уйти то есть для них это была загадка долго о скобровке молчали почему сказать сложно местные жители разъехались кто-то ушел в партизаны кто-то погиб откуда же возникла тему скобровки она возникла не только и свидетельских показаний она уже возникла не случайно в 90-е годы когда начал работать активно начал работать в конце 80-х 90-е годы фонд взаимопонимания примирения когда люди получали компенсацию за то что находились в каких-то концентрационных лагерях были в плену речь о мирном населении республики беларусь и тогда стали появляться свидетельства люди стали рассказывать а до этого времени многие просто боялись когда я стал собирать материалы об этом концентрационном лагере о скобровке то я уже в мариногорке нашел таких свидетелей которые стали вспоминать так у нас же ходили пытались сесть на поезд кого-то снимали совсем малыши ясно что они потом и не вспоминали где они сели на поезд на железнодорожной станции пуховичи или в минске или где-то в другом месте поэтому и показаний документальных фактически нет даже на уровне свидетельских показаний одна из первых публикаций о скобровке в начале нулевых пленники вурдалаков после выхода материала в печать люди начали писать в газету и рассказывать свои истории было где-то ну наверное около десятка может немножко больше писем это были письма за редким исключением в некоторых случаях родственников а в большинстве своем это были письма тех людей кто еще дожил до нашего времени из числа узников то есть считать если тогда было в строй четвертом 5-7 лет кому-то 4 года может быть 8 лет то прошло столько времени то есть разговор о начале нулевых готов прошло 60 почти лет и люди конечно же это были пенсионного возраста и они вспоминали и говорили о том что они боялись сказать о том что они были в концентрационном лагере по разным причинам не только по каким-либо причинам административного характера просто по социальным причинам даже люди не хотели об этом говорить краеведы по крупицам собирали информацию о скобровке один из тех кто не был равнодушным генерал-лейтенант в отставке евгений васильевич микульчик он входил в состав правления фонда взаимопонимания примирения дружил с народным художником советского союза михаилом андреевичем савицким он наверное рассказал ему эту историю про скобровку рассказал об этом месте и человека который сам прошел через фашистский концлагерь это конечно не могло не всколыхнуть поэтому наверное свои последние физические силы потратил на то чтобы работать над картиной посвященной концентрационному лагерю в скобровке лагерь в скобровке просуществовал два месяца перед тем как убежать с белорусской земли немцы заставляли детей совершать диверсии они различные задачи ставили такого характера чтобы дети разбили окна насколько хватало физических сил разрушили засыпали колодцев есть такое свидетельское показание это уже вот в нулевые годы один из жителей жителей того времени можно сказать очевидца он говорил о том что 12 колодцев скобровке было засыпано различными предметами песком это сделали дети под руководством вот этих коллаборационистов вот этих извергов сохранились воспоминания свидетельские показания детей фрг про этот лагерь немецкие историки отлично знали когда мы про него не говорили его даже когда выплачиваете компенсации тем детям которые прошли через скобровку и выжили в тех условиях дети в воспоминаниях пишут про то что люди с белокрасно-белыми повязками и одновременно с георгиевскими крестами значит присутствовали в этом лагерь откуда в скобровке белокрасно-белые повязки и георгиевские кресты дело в том что создали так называемую юношескую деревню а по факту концлагерь две организации союз белорусской молодежи и союз борьбы против большевизма последний основал михаил октан она имела свою символику георгиевскую ленту георгиевский крест флаг цвета георгиевского знамени октан это самый термоядерный из всех русских националистов самый верный национал социалисты так вот можно сказать другие которые сотрудничали с немцами даже власовцы стремились открещиваться от одиозной деятельности октана более лютого антисемита человека который разжигал эту волну ненависти найти было трудно вступление в союз борьбы против большевизма было добровольно принудительным с документы как там приходит на какой-нибудь завод в бобруйске и народ начинают удирать когда их начинают записывать но не запись в этот союз могла иметь печальные последствия если же полицейский отказывался допустим либо солдат который служил из предателей коллаборационистов в этих добровольческих батальонах пробовал отказываться от вступления в союз борьбы против большевизма но это было чревато вплоть до физического уничтожения ну как минимум в sd человек мог попасть активнее всего в новую организацию вступали белорусские националисты среди них члены союза белорусской молодежи союз белорусской молодежи националистическая организация основанная в 1943 году по образу гитлер югенда численность доходила до 12 600 человек главой союза был коллаборационист михаил ганько для белорусских многих националистов это был ну такой оксюмарон жареный рёд то есть в бобруйске здесь белочервоно-белая повязка со всеми атрибутами сбм а сбм овская форма здесь георгиевский георгийская лента и георгиевский крест то есть немцам было на чхать им главное было на этой фазе заключительной объединить сенте анти большевистские силы в один кулак октан здесь чаровал по полной программе бобруйске октан также инициировал создание добровольческого подразделения из молодежи эсэсовского типа мы про его совсем мало знаем но знаем только из докладных скажем так партизанских члены союза борьбы против большевизма письменно присягали гитлеру им выдавали билет соратника 8 марта 1944 года был опубликован манифест союза там говорилось мы будем уничтожать и искоренять иуда большевизм где бы в какой форме он не появился мы не хотим освобождения который якобы несет собой большевистской армии мы будем всемирно оказывать активную и инициативную поддержку всем мероприятиям освободивший нас от иуда большевизма германской армии мы будем заботиться о воспитании здорового ненавидящего иуда большевизм поколения все честные люди все истинные сыны своего народа вступайте в союз борьбы против большевизма а 1 мая октан на одном из бобруйских заводов выступил перед своими последователями с речью наступил час когда все честно и любящий свой народ люди должны объединиться это давнишнее стремление народа теперь осуществляется смерть большевизму жизнь народу девиз союза программа вытекает и чувство долга перед германией его ждем адольфом гитлером и русским народом все в ком говорят честь искренность стремление к правде и свободе святая ненависть большевизма вступит в число соратников союза через все поля битв мы принесем наши георгиевские знамена адольфу гитлеру освободившему нас от темных сил жидовского большевизма объединителю новой европы человеку который несет миру идею возрождения жизни победа и слава в бобруйск октан сбежал из орла осенью 43 года после того как город освободили от немецко-фашистских захватчиков в орле коллаборационисты сдавал газету речь благодаря своей пропагандистской деятельности и прославился октан был отличным пропагандистом и агитатором он был блестящим журналистом шикарным оратором можно по-разному относиться к содержанию к текстам но он умел правильно подбирать факты и феерически выступать на публике то есть это отмечали все в том числе те представители подпорья которые его люто ненавидят то есть в этом плане он был безусловно самым талантливым со всех русских национал социалистов русских фашистов пропагандистов которые полностью безоговорочно были преданы адольфу гитлеру партизанская правда 7 апреля 1943 года газетные сутенеры и шулеры из гитлеровского притона а также купленные по дешевке на рынке политической швали октаны с воровскими плясками изощряются во лжи и обмане бред берлинских психопатов они с беспримерным кощунством поносят лучшие идеи чувства и стремление человечества в биографии михаила октана много пробелов считается что его настоящая фамилия над к октан это анаграмма псевдоним из какой он семьи неизвестно до начала великой отечественной войны работал в отделе образования российского орла точно знаем что первое образование техническое инженерное высшее скорее всего у него было еще педагогическое образование он никакой не засланец приехавшись эмигрантами это типичный советский скажем так если так можно но это видно по по советских клише по текстах потом как он писал как он подавал материал то есть он взращен был советском союзе но он был непримирим он был четко с четкой позиции антикоммунистической и антисоветской и он был страшным юдофобом в 1941 году михаила октана мобилизовали он служил в части 3 или 13 армии обе были разгромлены в ходе первого этапа операции тайфун позвание лейтенанта он перешел на сторону гитлеровцев немцы его сразу выделили потому что он четко выделялся своей готовностью сотрудничать своей позиции и началась феерическая карьера но если почитать документы партизан брянской области скажем то что именно орловская газета но она в орле издавалась задает тон всем остальным газетам русскоязычным которые выходили на оккупированной территории тираж газеты речь во время руководства октана доходил до 120 тысяч экземпляров выходило также приложение и сатирический листок мы должны помнить что информационная война идеологическая война в то время имела не меньшее значение чем нынешних вот этих всех прокси война задачей расчеловечивать идеологических оппонентов и определенные этнические группы скажем тех же евреев он справлялся феерически блестяще то есть это как раз тот человек который убивал словом давал моральную сатисфакцию тем кто потом убивали на деле октан выступал с лекциями например еврейский вопрос о международном положении большевистская опасность я сделал командировки по оккупированным территориям строчил доносы даже на своих если те делали хоть шаг влево по духу он был близок с каминским главой локотской республики о брониславе каминском и локотской республики мы рассказывали в программе про тоньку пулеметчицу посмотрите если еще этого не сделали каминцы какие октановцы сеяли смерть в беларуси когда мы говорим о каминском на территории уже беларуси одной из самых страшных кровавых операций которые нотабены обратите внимание каминцы принимали совместно с белорусской краевой обороной созданной в конце 43 и присягнувший в марте 44 года национально святому товарищам белорусским под белочервон и белым прапором так вот белорусская краевая оборона литовская полиция литовские националистические полицейские формирования и 29 дивизия вафана сенсорона совместно с немецкими карательными подразделениями участвовали в одной из самых страшных последний карательной экспедиции над территорией беларусь в май июнь 44 года это операция кармаран процессе этих карательных экспедиций второй половины 40-40 44 года уживались лихие казачки со свастикой русские национал фашисты украинские бандеровские мельниковские полицейские подразделения и наши белорусские националисты вместе с литовскими и с латышскими массово уничтожали мирных людей жгли белорусские деревни без лишних сантиментов русских националистов которые влафу власовцев у них во всех была концепция третьей силы что они типа чисто декларативно признавали немцев на самом деле копили силу и по их собирались потом выступить как третья сила а на самом деле все было не так они сотрудничали с октаном по полной программе кто-то перед ним присмыкался кто-то тесно сотрудничал все использовали его брошюры все использовали ту еду еда фобию ядовитую которую он изрыгал эту хулу которую он нес но после победы союзников это было не камильфо это было неудобно и поэтому вся русская миграция так называемый второй волны тех кто активно сотрудничал с коллаборационистами те вот эти все посевовцы народно-трудовой союз который себе позиционировали третьей силой власовцы они от октана дистанцировали старались максимально уйти от него и что называется не педалировали эту тему тем более свое сотрудничество которое реально было с этой группой после войны про октана старались не вспоминать никто не хотел быть причастным к его делам поэтому и свидетельств о нем так мало неизвестно даже то выжил ли октан октан никак и нигде не проявился после войны последнее его телодвижение по свидетельствам очевидцев это когда он уже удрал вместе с немцами якобы он фиксируется варшаве появлялись когда вроде бы еще вот он там пробовал издавать свою газету речь во звание все эти скорее всего погиб в ходе наступления наших войск где он погиб в польше ли в германии добежал ли он непосредственно до этнических немецких земель рейха мы не знаем но факт что он исчез доказательств того что михаил октан убивал людей нет возможно он этого и не делал но своими статьями и лекциями он сеял желание у сотен преданных последователей нести смерть виноват ли он в убийствах мирных людей вопрос риторический а